Друзья, всем привет! Меня зовут Лебомир Бородам, и это мой канал. В сегодняшний выпуск я хотел бы посвятить такому небезызвестному напитку, напитку, с которым встречается каждый практически из нас ежедневно, а иногда и по несколько раз на день, это кофе. Кофе, 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 великий, безупречный, кофе, 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 и ароматный, и вкусный. Друзья, всем привет! Вот этот вот промежуток на кофе утренний, он как ритуал. И сегодня у меня этого ритуала не случилось, и не совсем понял, чем же себя это время занять. Я попил водички, пошел в зал, и, соответственно, в зал пришел не совсем раздупленный. Но во время физических упражнений я себя раздуплил, вернулся домой. Когда я возвращаюсь домой из зала, я тоже пью кофе. Сегодня опять этого кофе не было, и опять мне было как-то неловко. А сказать по состоянию, что мне стало хуже, сначала нет. Но вот в данный момент, сейчас время 10.20, я испытываю некую такую горячесть в голове, и мне все-таки хочется попить кофе. Сегодня четвертый день моего отказа от кофе. Хочу немножечко рассказать, почему я это делаю. Я пью очень много, и кофе уже не действует на меня, так как хотелось бы, чтобы был просто какой-то хороший стимулирующий, ботрящий эффект, хороший запах и отличное настроение. Кофе начинает вызывать сонливость, раздражительность, рассеянность. И к вечеру я перестаю нормально соображать, мне хочется спать, у меня какая-то усталость. И я даже забываю, закрыл ли я дверь, выключил ли я чайник. Ну, какие-то такие моменты, и это начинает жутко бесить. Поэтому я решил просто попробовать не пить месяц кофе и посмотреть, что из этого получится. Хочу отметить, что целью челленджа является не отказ ради отказа, как некий какой-то бунт или сопротивление, а желание убрать эту тревожность и эту рассеянность, которая, как я считаю, связана у меня с кофе. Мне очень интересно, как будет реагировать мой организм в процессе вот этого месяца без кофе. Как я буду себя чувствовать, что я приобрету и что я, возможно, потеряю. Поэтому я еще обратился к своим приятелям, мнение которых для меня важно. Это Марат. У Марата свой кофейный бренд. Он обжаривает кофе, у него классная линейка кофе. И кофе, который делает Марат, мне нравится. Плюс, помимо своего бренда, у Марата есть кофейня, которая достаточно популярна в нашем городе. Вот, соответственно, мнение этого человека мне интересно. Поэтому я пошел к нему в гости и задал ему ряд вопросов, связанных с потреблением кофе, с зависимостью от кофе, с психическими расстройствами и наличие того же кофеина в кофейных напитках и его воздействие на наш организм. Понимается ли кофе напитком, который приводит к зависимости определенно? То, наверное, да. В день выпивается, статистика, это не даст соврать, в день выпивается порядка 3,5 до 4 миллиардов чашек во всем мире. То есть фактически половина человечества пьет по одной чашке. И по объему рынка, объему прибыли кофе занимает второе место после, не после снаружи, но хоть опережая по некоторым показателям. Почему так происходит? Потому что кофе гораздо более удобный продукт, чем чай в плане его производства. То есть мы можем в эспрессо готовиться, весь цикл приготовления эспрессо до не более минуты. В хорошем эспрессо баре, в хорошей кофейной, и ты получаешь от 20 до 30 миллилитров такого концентрированного вкуса, который ты не получишь от чая. Чай нужно заваривать, наставить, в чай тоже есть кофеин, ты тоже можешь ее получить, но чай это больше такой напиток, когда ты можешь расслабиться в кресле на каких-то там долгих переговорах. В нашем глобальном мире, когда надо все быстро, эспрессо выходит на первый план. Эспрессо и напитки на основе его. Помимо Марата, я обратился к Валере. Валера – это человек, у которого я тренируюсь, человек, который делает из меня человека уже практически два года, и его мнение для меня очень важно. А Валере я задал ряд вопросов, которые касаются непосредственно отказа от кофе, то есть что будет с нашим организмом, если мы начинаем отказываться от кофе, и опять же, какие есть полезные свойства у кофе. Несмотря на то, что многие люди пьют кофе для того, чтобы почувствовать при них силы, для того, чтобы сбодриться, кофеин играет, много кофеина играет всегда в свой шум. То есть для того, чтобы чувствовать именно этот эффект, для того, чтобы кофе бодрил, необходимо постоянно увеличивать дозу. И это приводит к некоторым гормональным нарушениям. Этот эффект сводится к тому, что кофеин блокирует так называемый гормон кортизол, который помогает нам просыпаться утром и засыпать вечером. И, соответственно, потом в течение дня, после, в самый неожиданный для вас момент, вы можете почувствовать принцип сонливости и усталости. Впадая в организм, кофе на какой-то момент учащает сердцебиение, повышает давление. И у каждого человека это может влиять по-своему. Кому-то отдает приток сил, у кого-то, наоборот, начинает болеть голова, кто-то, наоборот, лечит головную боль. У каждого все по-разному, сугубо индивидуально. Так что сказать однозначно, что кофе – это рецепт от головной боли, и рецепт для проспания. Никакого не секрет, что кофе, либо кофеин, содержащие напитки, они вызывают такую бодрящую, возбуждающую реакцию. Поэтому, если вы откажетесь от кофе, либо от кофеина, ваш эмоциональный формк будет более стабилен, либо он ничто не будет раздражать, и поэтому так переживать вы будете верить. В организме активные части кофеина – это непосредственно сам химический алкоголит кофеин – он попадает в кровь и начинает учащать сердцебиение, благодаря тому, что он стимулятор. За счет повышения сердцебиения повышается артериальное давление, и по закону анатомии кровь учащает свой оборот, и таким образом приток свежей крови обогащенной кислородом к мозгу к другим важным человеческим органам, которые отвечают в том числе и за реакцию, и за утомляемость на какой-то короткий момент. Да, свежая кровь она проливает, она особо манительным людям, даже не манительным, особо чутительным людям она дает ощущение прилива энергии, но это такой очень краткосрочный момент, то есть вы выходите на пик, буквально на несколько минут, и это все падает. Итак, чем же заменить кофе, если все-таки хочется всплодриться, если все-таки присутствует определенная ломка от отказа от этого напинка? Ну, зеленый чай будет шикарной альтернативой, я подумаю, как он тоже содержит кофеин, но гораздо меньше количества, поэтому какой-то прилив бодрости вы будете испытывать, но это не будет сопровождаться абстинентными синдромами, то есть не будет этого привыкания. современным трендом является так называемый матч. Несмотря на сложность своего приготовления, он имеет своих почитателей, но не просто так. Во-первых, помогает отказаться от кофеиновой зависимости, а также содержит антиоксиданты и катахиламию, по-моему, что-то вот такое. Помимо того, что все свои ощущения я решил изложить в видеоролике, я также делился своими впечатлениями, ощущениями в Инстаграм и Фейсбук. Вот, ни для кого не секрет, что помимо кофе я употреблял и употребляю, продолжаю употреблять китайский чай, вот, и пуэр я, особенно шу-пуэр я очень люблю, и многие стали мне в комментариях писать то, что ты меняешь просто декорации, а суть остается та же, и можно легко отказаться от кофе, если ты пьешь пуэр. То есть, грубо говоря, ты пуэром заменяешь кофе. С какой-то стороны я с этим могу согласиться, с какой-то стороны нет. Соглашаяся с тем, что, скорее всего, присутствующая в моей жизни, конечно, сгладила момент отказа от кофе. То есть, да, я не испытываю каких-то там сумасшедших ломок, мне нет ничего такого, что меня бы там трясло, колотило, и я не знал, куда себя деть. Но чай, он не может заменить именно эффект кофе, вот такой вот эффект толчка, да, быстрого эффекта, быстрой реакции на организм. Чай, он все-таки действует постепенно, он постепенно тебя разгоняет, и с помощью чая ты более как-то плавно, более мудро, наверное, входишь в сегодняшний день. Да, чай помогает намного плавнее пройти процесс отказа от кофе, но сказать, чтобы чай кофе заменяет, ну нет, это совершенно разные эффекты. И насчет присутствия, там, кто-то мне писал, что в чай еще больше кофеина, чем в кофе, но согласитесь, то, что ритуал употребления кофе, это не только прием кофеина, это и запах, и сама процедура, и то, как вы ощущаете себя с этим стаканчиком, также ритуал употребления чая, это не только кофеин, тин, и другие вещества, которые в нем содержатся, это опять же процедура, процедура чаепития, его церемониальность, так сказать, время, которое вы тратите, но для того, чтобы приготовить данный напиток, и все это сказывается на вашем восприятии, собственно, окружающего мира. Для того, чтобы как-то более грамотно рассказать о чае, я обратился к своему приятелю из Одессы, чайному пьянице, которого вы знаете по предыдущему ролику, кстати, кто не смотрел ролик, пожалуйста, вот вам ссылочка вверху, обязательно посмотрите, он очень интересный, он реально раскрывает понимание чая, употребление чая, мировоззрение связанное с употреблением чая, вообще целым чайным движем, то есть это такая, реально, очень глубокий и интересный мир, даже если вы не увлекаетесь чаем, посмотреть на это стоит. Так вот, я обратился к Дмитрию, и он записал небольшой сюжет, свой ответ на вопрос о присутствии там кофеина в чае и зависимости от чая. Здравствуйте, дорогие друзья, привет вам из солнечной Одессы, я Дима, магазин чайный пьяница. Отвечаю на вопросы, насколько мне известно, кофеин, который содержится в чае, называется теин, и действует он значительно более мягко, на человеческий организм, на психосоматику, на эмоциональное состояние, конечно, есть люди, для которых вот этот эмоциональный подъем, который вызван кофеином, он является целью чая питья. Но, как бы, тогда рассказывать о вреде кофеина, наверное, или о вреде теина, танина, это, наверное, как бы не очень корректно, потому что, ну, что за нато, то не здраво. Если люди пьют чай специально для того, чтобы получить какой-то такой всплеск эмоциональный, реально какие-то изменения психосоматики, тогда, конечно, это будет определенным образом сказываться на здоровье. По поводу зависимости от чая, судя по всему, зависимость присутствует непосредственно эмоциональная, а не физическая. То есть, конечно, если каждый день пить чай в каких-то огромных количествах, рано или поздно, вы почувствуете о том, что если чая нет, у вас есть упадок сил, упадок настроения, так или иначе, все там валится из рук, но в этом-то, наверное, и есть как бы смысл, как бы о том, чтобы не перегружать себя чайными там состояниями, как бы и все время пытаться все это утончить, утончить восприятие, пить чай разный, пить чай с разными людьми, из разной посуды, в разных местах, для того, чтобы почувствовать весь спектр, как бы, вот этой огромнейшей мозаики чайной игры. При любых обстоятельствах, я думаю, что чай так или иначе сам разберется, направит человека, который его любит, который его ценит и который воспринимает чай как некий волшебный продукт, волшебное явление, которое есть в мире и оно изменяет нас и мир. Видео снято специально для Любомира Бороды и славного Борода Николаев. Всем огромный привет, пейте чай. Ура! То, что кофе вызывает какую-то зависимость, вкусовую, да. По поводу то, что из 3,5-4 миллиардов чашек как минимум, наверное, 4-5, это будут те люди, которые считают, что кофе их сейчас как-то подорвет немного, даст какую-то вспышку энергии, да, которые этого ждут. и чье вот это ожидание и желание это получить как-то рождает это получение. На среднестатистического, здорового, физически, там, со здоровыми нервами человека кофе одна-две чашки сыграют просто как вкусовый модификатор. Мы получим во рту приятное послевкусие, хорошее, стойкое и пойдем себе вот с этим послевкусием наслаждаться жизнью. Существует беззависимость кофе. В любом случае, кофе является медиатором центральной нервной системы. Он бодрит, он придает некую энергию. Это состояние многим нравится, а также поэтому вызывает привыкание и хочется повторить еще и еще пролонгировать, скажем так, этот интересный бодрящий эффект. Нельзя утверждать, что кофе это очень опасный водиток и пушечевливо либо водка. Есть в нем положительные моменты. Содержит антиоксиданты, содержит не помню какие, есть там определенные питательные вещества. Но опять так, как я с самого начала отметил, лекарство либо яд определяет дозу. Необходимо, если вам необходима чашечка кофе для того, чтобы избавиться с утра и день крем хорошей старт, война. Лучше ограничиться двумя чашками кофе. Ну, максимум кофе. Такая легенда про кофе, что это невероятный стимулятор, это все-таки реклама. Когда мы смотрим, когда не было такого доступа к интернету, когда были только телевизоры, когда мы видим, как просыпается семья, сонное утром, открывается пачка какого-то растворенного кофе, появляется парообразный аромат, и вся семья проснулась, тут же бам-бам-бам-бам-бам. Или стики кофе, которые так и называются, там, не будем называть бренд, название бренда и название кофе там, energy, то есть супер энергии, трипл это тоже формулирует, не формулирует, это формирует потребительское мнение о том, что кофе это в первую очередь не вкусный продукт, а стимулятор. Если вы все-таки решите, как любой мир, отказаться от кофе, будьте готовы, что, и сделайте это резко, то будьте готовы, что вы столкнетесь с некоторыми негативными моментами. Прежде всего, вы можете почувствовать галость и усталость, потом, ну, от резкого отказа могут быть головные боли, депрессии, мышечные судороги, а также могут быть нарушения работы ЖКТ, желудочно-кишечного тракта. Сразу несколько наблюдений. Вчера был третий день, третий день, утром болела голова, я пошел в спортивный зал, после зала стало немножко полегче, но на улице встретил какого-то чувачка, который шел передо мной, он шел со стаканом кофе, кофе пахло, меня начинало немножко выбешивать, а потом я дома сварил кофе для жены, вот, собственно, она пила кофе, я попил просто чай, и вроде нормально, в течение дня было вообще нормально, сегодня утром опять мне чего-то не хватало, это четвертый день, то есть тупо идет нехватка заполнения пустоты, и когда ты об этом думаешь, у тебя начинает реально побаливать голова. По поводу того, отказаться от кофе вообще без проблем, потому что при появлении любого продукта, мир делится на две части, противников сторонников, любой продукт, хлеб, картофель, сахар, соль, веганы, то есть появилось мясо, появились веганы, появились веганы, появились мясоели, то есть даже само слово, вегетарианство, шикарная идея, вот, такое количество мемов, которые сделали вегетарианцев, не было никакого, но может быть появятся мемы для людей, которые поддерживают по поводу кофе. Ну, последнее, наверное, какое-то пожелание уже моим пожеланием по кофе. По кофе. Наверное, самое важное пожелание, это в любом случае любить себя, любить себя, и когда ты приходишь куда-то, особенно туда, где ты за деньги пьешь кофе, требовать это качество. То есть, если вы приходите к нам и вам что-то объективно не понравилось, вы имеете право полную поднять этот вопрос и не оплачивать этот кофе, потому что вы приходите и платите настоящими деньгами, десятками, пятерками, не варят, это настоящие деньги и должны вы взамен получить настоящий кофе. Вот точно так, вы купили какой-то некачественный товар в магазине, вынесете обратно, а вот в заведениях вы так не делаете. Поэтому я вам рекомендую, советую и желаю, чтобы вы всегда получали вкусный кофе, получали это на удовольствие и требовали его всегда. Хочется сказать напоследок для любителей кофе. Правда, всегда лежит где-то посередине. То есть, кофе не убивает, но в больших объемах делает вашу жизнь немножко хуже и немножко напряженнее. Поэтому, если вы кофеман, если вы любите кофе, выпивайте одну часть с утра, занимайтесь спортом либо любой физической активностью. Все, любой физической активностью. Прошло 33 дня, как я не пью кофе. Когда я отказался в кофе, я думал, что через месяц, но мне прям будет очень хотеться пить, я буду ждать этого дня и обязательно побегу в какую-нибудь самую кофейню возьму какой-то самый прикольный кофе, выпью его, а буду снимать это на камеру, буду делать это сейчас и наслаждаться вкусом. Но так получилось-то, что на данный момент я чуть ли не через силу пришел, потому что уже 33-й день и мне все-таки хочется, да, попробовать, что я почувствую, но желания или такой долонки по кофе у меня уже давно нет. Ну, собственно, вы же понимаете, что когда ты долго не пьешь кофе и потом тебе хочется попробовать вот ту самую первую чашечку, это не может быть какая-то забегаловка возле дома, это не может быть непонятное заведение, и я стал думать на тем, где бы мне захотелось попить кофе. Ну, и, соответственно, как Николай в город, не настолько большой, типа кофейных здесь много, но там, где хочется попить и сказать «Вау», ну, их практически нет. Но мы все-таки выбрали одну из них благодаря моей жене Тане, она подсказала, что давай попробовать замок. Вот, и... Ну, вы понимаете, почему это все все это вот так, потому что не хочется сделать первый глоток чего-то невкусного, хочется, чтобы это уже было некая-то кайфово. Ну, и, собственно, вот он... Ой, даже не знаю. Я красиво держу кружку. Ну, если честно, мне казалось, что это будет более ярче, интереснее. на данный момент чувствую кислый вкус. Вот. Запах прикольный, потому что запах я уже как-то... кофейный именно вот так, но как-то немножко от него отзываю. А по состоянию, ну, меня немножечко потряхивает, наверное, не из-за того, что я пью кофе, а из-за того, что мы сейчас проводим съемку и оно какое-то торжественное. На данный момент вывод такой, что в течение дня много раз кофе пить я точно не буду, но если я буду встречать какую-то крутую, интересную кофейню, откуда будет доноситься великолепный запах кофе, то иногда, особенно утречком, я буду себе позволять выпить чашечку хорошего запаха. Если вы почувствовали, что перепили кофе, доступил так называемый передоз, то первое, что нужно сделать, это выпить большой объем воды. Это кофе приводит к обезвоживанию и такой прием поможет растворить кофеин и уменьшить его негативный эффект. Также рекомендуют съедать банан и принимать воздушные ванны, выходить на свежий воздух. Ну что, друзья, челлендж прошел. Что я могу сказать? То, что я хотел сделать для себя, я сделал. Просыпаясь рано утром, мне не хочется выпить кофе. Мне даже не хочется, проходя мимо какой-то кофейни, зайти и выпить кофе. У меня нету ломки по кофе. Я продолжаю пить чай. В чем-то я даже рад, что я отказался от кофе и этот отказ сыграл в пользу чая. А сказать, что я лишкую с чаем или пью какой-то сумасшедший чифир, чтобы у меня был бодряк, нет. Так я не делаю. В среднем чай за день я употребляю два, либо три раза. Поэтому, как бы сказать, что я заменил кофе чаем, ну, наверное, нет, потому что кофе у меня было и по пять, и по шесть, иногда и по семь стаканчиков в день. И к концу вечера, приходя домой с работы, я чувствовал себя разбитым, рассеянным, с тревожностью, с какими-то непонятными мыслями. Мне снились какие-то непонятные пироги, и все это было как-то очень нехорошо. С чаем я пью его меньше, вот, но мне нравится его пить, я намного лучше мыслю, мне легче выразить свои мысли, и в плане работы мне проще думать, легче креативиться, так сказать, и приходя домой с работы, если, когда это было под кофе, я реально не мог ничего уже интересного придумать, то тут я могу спокойно прийти домой с работы и продолжать что-то делать, и не откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. Что я потерял? в принципе ничего. Я думал, что мне будет тяжело приходить в какое-то кафе с кем-то на встречу и не выпивать кофе с людьми, которые рядом будут пить кофе и мне будет хотеться. Нет, этого не стало. Я дома готовлю кофе жене каждое утро, ломки никакой не испытываю, я могу легко прийти с любым человеком в заведение, он может взять себе кофе, я могу взять себе чай, либо в последнее время я стал часто брать себе томатный сок, и в принципе все то же самое. Я надеюсь, что выпуск был для вас очень интересный и познавательный. Итог можно подвести такой, что что бы то ни было, чай, кофе, какие-то любые другие стимуляторы, все должно быть в меру. Если вы не лишкуете с кофе, то это очень классный напиток, который наоборот помогает вам чувствовать вкус жизни. Если вы не лишкуете с чаем, то тоже. Если вы, блин, лишкуете с чаем, то будет какой-то нехороший эффект. Если вы лишкуете с кофе, то будет тоже какой-то нехороший эффект. И последнее вопрос, который я хотел бы задать вам. Если бы вы, как и я, продержались месяц без кофе, и вам захотелось бы в конце этого челленджа все-таки попробовать вкус кофе, потому что все-таки рецепторы очищены, и по-любому эта чашечка будет совершенно не такой, какой она была месяц назад. В какое бы заведение в вашем городе, либо в любом другом городе, в нашей стране, либо в любой другой, вы бы пошли или продержались бы до момента, когда вы там окажетесь. Вот, порекомендуйте, пожалуйста, в комментариях именно тот самый кофе, который стоит того, чтобы ждать встречи с ним. Подписывайтесь на канал, не забывайте нажимать на колокольчик. Я наконец-то прошел планку в 30 тысяч подписчиков. Для кого-то это мало, для меня это хорошо. Я знаю, что 30 тысяч это уже аудитория, которая меня смотрит, которая это интересна, с которыми я могу поделиться своими мыслями и которые могут дать мне обратную связь, дать мне какой-то совет, какой-то комментарий, либо просто поругать. Мне все это очень интересно и я рад, что вы у меня есть. Пока. Пока. Продолжение следует...